В этом видео Акстар притворяется учителем, который ничего не знает и не умеет, а потом... Вжарит? Посмотрим на реакцию разочарованных учеников. Всем привет, это Акстар. Я знаю, что вы ждали третью часть с преподавателями, но записать её чертовски сложно, потому что почти все преподаватели меня узнают. Но я почти это сделал, так что в скором времени выходит третья часть с преподавателями. Получилось очень круто. Ну а сегодня новый пранк, который мне не нравится даже больше. Если вам зайдёт и вы хотите его продолжение, давайте соберём просто много лайков, чтобы мы просто сами офигели. Ну и с прошлым видео мы попали на первое место в трендах. Это вообще жесть, мы продержались там почти весь день. Давайте попробуем и с этим видео сделать так же. Вот 10 комментариев с прошлого видео, 3 из них получат по 1000 рублей. Ну а вообще, так небольшой инсайд. В скором времени будут крутые музыкальные проекты и видео. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что вы думаете. Ну а мы погнали. Новый пранк, супер крутой, как по мне, он мне очень понравился. Пойдём, поедем. Где я искал учеников, не удивлю, на авито. Я подал много разных объявлений, представлялся чужими именами, ставил чужие фотки, писал, что за 3 дня научу играть что угодно. И даже тогда меня постоянно узнавали. Акстар, это ты что ли? Акстар, это ты? Акстар? Акстар. Покажи. Акстар? О, Акстар, я тебя знаю, ты это ведь на ютубе ролики снимаешь. Акстар? Показывать объявление я не буду, а то у меня ещё вторую часть возможности снимать. Погнали. Добрый день. Здравствуйте. А на авито вроде бы не вырвели? А, на авито, там, фотографии моего преподавателя, он сегодня выйти не смог. Он прибавлял немного, но ничего страшного, я играю даже лучше, так что всё нормально. То есть и урок выйдет на 200 рублей дешевле. Смотри, во-первых, по поводу, ну я вижу, ты уже правильно всё держишь, так что всё хорошо. Ну, у меня какие-то там чуть-чуть навыки есть, конечно. И расскажи о себе, так будет проще, да? Ну, я совсем недавно играю, буквально месяца два, наверное, мне только купили гитару в родители, я даже там особо аккорды еле-еле знаю, вот, и хотелось бы научиться чуть получше, что-нибудь. Ты в WhatsApp написала, ты преподавателю, он мне передал, что ты хочешь научиться играть батарейку. Батарейку, да. Вот, я тебе сейчас по поводу, сначала расскажу о Зы, потом сыграю батарейку, ты скажешь. Вот, сыграю тебе, оценишь примерно, вот, ну и начнём с тобой её разбирать. Хорошо. Смотри, по поводу правой руки, по поводу правой руки, она должна стоять как удобно. Вот, то есть как тебе удобно. Вот, шикарно, да. Вот, левая рука, левая рука. Вот, всё, нормально, то есть всё, шикарно. Уже всё хорошо. Так, с мелодиями вообще знакомы, играло что-нибудь когда-нибудь? Ну, так, ну, как обычно, там, кузнечика, на корды, что-то просто могу. Понял, кузнечика я тоже умею. Но это сейчас неважно. Батарейка у нас, сейчас, секунду, я вспомню. Так, сейчас. Ну, примерно вот так вот. Как тебе? Ну, можно попробовать. Хорошо. Смотри. Давай, начнём. Сначала играешь первый лад, второй струнный. Вот, хорошо. И давай я тебе сейчас играю немножко другую версию. Возможно, на тебе понравится побольше. Ну, да. Это версия с использованием такой вот есть, как сказать, при стиле игры, называется, ну, он довольно-таки забавно называется, фингер-чпокинг. Не слышал о таком? Нет. А почему чпокинг? Ну, я не важно, там есть у него своя история. Потому что играть сложно, задолбаешься. Вот. Поэтому он чпокинг и называется. Так вообще он фингер-стайл в оригинале называется, как-то так. Давай, я попробую тебе сыграть в нём. Если понравится, мы можем скидь, ну, его попробовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Побольше нравится? Блин, ты так круто играешь, да, получше, чем было в первый раз. Ну, мне так не получится, наверное. Ну, ничего страшного, попробую научить. Вот. На самом деле, на самом деле, я не настоящий преподаватель. Вот. Это, типа, снимаю розыгрыш. Вот. Так что деньги из-за урок я тебе верну. Ладно, хорошо. А батарейку я тебе попробую научить сейчас. Так, смотри. Забыл тебе сказать. Гитара всё-таки ставится. По идее, должна ставиться на левую ногу. Вот так вот. Это классическая посадка, но она не совсем удобная для обычных. То есть, если ты не хочешь играть что-то классическое, можешь просто ставить на правую ногу. Ну, я так вижу, в принципе, у тебя на самом деле нормально стоит гитара. Вот. Обязательно большой палец левой руки не должен выходить за гриф. То есть, если ты играешь так, они у тебя вот так вот двигаются в полной мере. Вот. Так, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Я играю один месяц. Ну, почти месяц. За это время я успел выучить кузнечика. Ну и аккорды вот основные. И всё, больше я как бы ничего не умею. Понял. Понял тебя. Ну и сейчас я расскажу немножко о себе. В принципе, всё основное ты прочитал, наверное, в объявлении. Звучит меня Алексей. Можем обращаться на ты, разговаривать. Вот. Я за ним преподаю гитару уже около недели. Вот. Так что, думаю, чем-нибудь смогу научить. Так, смотри, по поводу постановки. Постановки рук, там, гитары. Смотри, самое основное. Самый лучший вариант. Так меня учили, так учу я. Берёшь гитару, над ногой поднимаешь. Вот так, да? Да, и роняешь. Как легла, так и пусть лизует. Вот это её, естественно, на это положение. По поводу правой руки. Смотри, правую руку кладёшь так вот. Она должна болтаться так вот. И вот это вот свободное положение, вот так его и занимает. Левая рука, как хочешь, честно. Вообще, нормально будет. Смотри, ты меня просил научить что-нибудь классное, крутое такое вот. Могу тебе предложить, что-нибудь зарубежное ты просил. Могу тебе дико снимать. Да, да. 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 Вот. Вы берёте за это деньги. А что такое? Я могу сыграть, в принципе. Ну, смотри, я... Ага. Я думал, вы мне покажете что-то крутое. И на Авито написано, что вы 9 лет играете. Ну, могу показать вот это, в принципе. Может, она тебе больше нравится. Но не узнаю, мне казалось нормально. Ну, ладно. Слушай. Это получше? Это получше? Это да. Как это? Как? Я думаю, начнём с чего-нибудь попроще. Сначала выучим с тобой приёмы фингер-стайла, фингер-чпокинга. Вот. Вот, смотри. Короче, сначала кик. Это удар. И слайд. Привет, расскажи немножко о тебе. Как вообще, что, сколько занимаешься, что умеешь? Привет. Да вот я Артеми, мне 16 лет. Я гитару недавно купил, хотел научиться что-нибудь играть. Угу. Понятно. Вообще ещё ничего не умеешь? Ну, там на одной струне могу что-нибудь сыграть. Ну, не очень, в общем-то. Угу. Понял тебя. Хорошо. Я сейчас расскажу немного. У тебя вижу акустика, значит, будем разбирать на акустике. У меня есть ещё классиком. Так что, если хочешь какие-нибудь классические произведения, в любой момент можем подключить её. Вот. Смотри. Меня зовут Алексей. Мы можем разговаривать на ты. Потому что я не думаю, что я намного тебе старше. Вот. По поводу постановки рук. Как тебе удобно, если честно, так и играй. Вот. Я, типа, в принципе, сам не очень... Ну, я уже преподаю. Да. Вот. Ну, как удобнее, так играй. В общем, да. По поводу произведения, которое мы будем сегодня разбирать. Смотри. Ты говорил, что это такое крутое. Я могу тебе предложить Smails, Likes and Spirit, Nirvana. Оно звучит, в принципе, так, прикольненько. Вот. Но прежде чем мы перейдём к ней, покажи что-нибудь, что ты уже можешь. Как ты занимаешься? Зажимаешь аккорды, например. Ну, вот я знаю, вот такой АМ. Есть. И могу что-нибудь сыграть, как Цоэ. Ну, вот, в принципе. Понял. С баре дружишь? Ну, так, не очень. Слышал что-то, но не особо умею. Просто для Nirvana, возможно, понадобится. Да. Сейчас себе сыграю, посмотришь. Понравится, разберём. Давай. Что? Так должно звучать? Да. Ну, это, знаешь, такая вариация на тему Nirvana. То есть, не совсем оригинально. Ну, как... Просто у меня так получается, поэтому... Мне даже больше, если честно, так нравится. Как-то странно звучит. А, ты слышал оригинал, да? Да, я слышал. А, вон оно. Ну, давай всё-таки попробуем. Может быть, у тебя получится. Смотри, поставь аккорд. Так, потом вот так вот глушишь. И так несколько раз ударяешь по глухим струнам. И потом передвигаешь пальцы на одну струну вниз. И играешь то же самое. Да, и получается... Вот. Понял. И смотри. Ну, если тебе не нравится, могу показать другую. Вот. В принципе, может, тебе понравится и разберём её. Давай. Так что, давай покажу тебе. Если понравится, разберём. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Если хочешь, можем ее Все, смотри Ну смотри, во-первых, это был не настоящий урок, я не преподаватель, так что деньги за урок я тебе верну, не переживай И сейчас позаймаемся с тобой, доучим до конца, так что все будет круто Ну вот, так, дальше пойдем О, как же жарко, как я скучаю по России Да сегодня вообще по кайфу, по России на гелике покатался Ладно, я обратно полетел на Барвиху, давай, встретимся там, пока Извините Да А куда вы собрались, о чем вы? Сейчас же все закрыто, все границы закрыты, куда вы собрались лететь, ну? А я никуда не лечу, разве что в бесплатную онлайн игру Барвиха Мобайл Там ты можешь разъезжать под самой настоящей Россией на совершенно разном транспорте От советских тазов до ламборгини Открывать свой большой и малый бизнес, зарабатывать деньги от 50 тысяч до миллиона Хоть где-то стать миллионером Отвоевывать чужой бизнес, устраивать различные войны мафий В общем, вообще круто, жесть, я офигеваю Стоп А как? Где это все? Так, в моем телефоне Я могу играть хоть в автобусе, хоть в школе, хоть в библиотеке И как же найти эту невероятную игру? Переходи по ссылочке в описании Скачивай игру в два клика на свой смартфон И по промокоду АКСТАР получишь 120 тысяч рублей Какой промокод? Какой канал? Извините Привет Так, расскажи о себе Да, привет, привет Что вообще? Ну, в общем-то, дело такое Меня зовут Ярослав, 27 лет Мне занимаюсь стримами Поэтому хотелось бы скилух, так сказать, поднять игры на гитаре И научиться чему-то более роскошному, нежели просто игры на аккордах Вот и все Как-то так, примерно Понял Какие-то, то есть аккорды знаешь? Хочешь именно что-то в фингерстайле Знаешь, что про фингерстайл? Да, да, да Ну, это что-то на грифе надо, наверное, играть Скоро, с использованием всяких приемов Да, да, да Ну, что-то типа этого Не ангелы, парень Нет, мы не ангелы Там на пожаре утрачены ранги Мы не дух таким Ни любви, ни доверия Люди глядят На наличие берег Мы не ангелы, парень Ну, как-то так, примерно Ну, в принципе Хорошо получается, вокал классный Но только аккордами Мне бы научиться было Переходики, там, знаешь Что-то вот такое Это сможет У меня было много учеников, так что Все хорошо Ты, в принципе, прочитал, наверное, по мне на авито Но я тебе все-таки Да, да Преподаю уже несколько лет Вот Поэтому А учился где-то? Да Закончил музыкальную школу Ну, понял, понял Хорошо, хорошо Так, смотри Я Чему тебе могу научить? Предлагаю Так, по поводу Я вижу, что у тебя все хорошо С посадкой, с постановкой Так что сразу перейдем К приему К фрингерстайлу Вот к этому всему К мелодиям Давай сначала выберем за основу Какую-то мелодию Которую мы и будем разбирать Сейчас я могу тебе придумать Ну, с чего-нибудь попроще Да, я думаю, начать для начала А потом уже Слушай, для начала Прям, знаешь Самое основное С чего начинают все новички Это Бумер Вот Поэтому Давай начнем с него Я тебе его продемонстрирую В фингерстайле То есть Очень многие ученики Его играют И ты уже От этого будешь Как бы отталкиваться Если ты сможешь посложнее Будем уже что-то сложнее Так Так Так, стоп Нет, подожди А где здесь фингерстайл Где есть Я не знаю Какая-то вообще техника В принципе То есть Играть Играть на одной струне Это Это недолго Разобрать просто Я просто не понимаю Смотри, у тебя стоит цена В тысячу рублей за час Секунду Каким образом За что я тебе плачу вообще Смотри, давай тогда Я тебе другой кошечка сыграю Может быть тебе Так Никуда не годится абсолютно То есть Тут уже посложнее То есть Возможно Это зацепит Так Нет, я дико извиняюсь Просто Мне может быть Покажется Или я не знаю Как бы Я конечно Не профессиональный гитарист Но ты даже По струнам практически Не попадаешь Ну я не знаю Как бы Чему с тобой Я могу в принципе Вообще научиться И Как бы Хорошо Ну в принципе Ну знаешь Я могу тебе сыграть Хочет другое Но если что Если тебе не понравится Я могу вернуть деньги Не Я бы Я бы Я бы настаивал На этом На самом деле Ну смотри Могу тебе тогда Сыграть Наше испанское Что-то Может быть Отлично Вот это Вот это Другое дело Со всем Меня вообще Устраивает На самом деле Это Росикрыш был Вот То есть Все эти вещи То есть Бумер то же самое На самом деле Я дико удивлен Что ты вроде бы Стример Вроде варишься В этой теме Но не знал Я просто Я сначала Я сначала Вообще не понял То что Ты начал играть Какую-то херню На гитаре Я думаю Так это же Ну вообще Очень просто Это прям Простетские вещи Настолько А я дико удивлен Что ты не узнал И я решил Прям максимально Дурачка Изображать Час наш Не узнал А на ютубе Канал Акстар Ты с ютубом Занимаешься Да А я Да Слушай Я на самом деле Не часто Стримишь Получается на твиче Или Да На твиче Ну тогда понятно То есть на ютубе Не сидишь в целом Не не Я то я на твиче Вот Ну как бы Много кого знаю А на ютубе Совсем Как бы Поэтому Я далек от этого Ты мне скинь хоть канал Я посмотрю Хорошо Вот Тогда ладно Сейчас эти тысячи рублей Верну На самом деле Зачем Вот Смотри На самом деле Что ты хочешь получить Что бы ты хотел сыграть Слушай Слушай Ну я не знаю Я не знаю Сложно Сложно На самом деле Очень сложно Вот Ну я переборщик Умею играть Между прочим Так что Я вообще пианист Просто по образованию Изначально Так что Поэтому гитара Мне Сильно Очень Очень сложно Дается Привет В общем У меня всегда Я всегда беру предоплату До занятия Потому что Часть и такие случаи Когда Просто дети занимаются И потом Не оплачивают И просто Не отвечают Поэтому Если не сложно Можешь сейчас Перевести Да Конечно А номер карты Я Ватсапе По номеру Телефон А хорошо Сейчас Там пришло Я отправила Все Так Ну Немножко Расскажи о себе Как Что хочешь Занятия И какой У тебя уровень Ну Меня зовут Марина Мне 15 лет Я Ну вот Купила гитару Хотелось бы научиться На ней играть Хоть что-нибудь Ну просто так У костра В компании Может быть Ну ты мне Вчера говорила Что хочешь Гарри Поттер научиться Да Я обожаю Фильмы про Гарри Поттер Поэтому Хотелось бы Мелодию Откуда Мне она очень нравится Понял Все На гитаре Вообще Что-нибудь умеешь Или еще пока С нуля Я учила играть Везду по имени Солнце Ну аккорды Ну то есть Как бы так Нефима Хорошо Хочешь мелодию Ну да Понял Так Ну смотри Я сам гитару Купил недавно Ну в общем Научить точно могу Давай По поводу Гитары Так что можешь Как хочешь Вот По поводу Рук Кладешь сюда Руку Дальше Как удобно Вот Как удобно Так и играешь То есть Не принципиально Можно Вот так Можно В общем Как хочешь По поводу Левой руки То же самое Но я Вот лично Кладу сюда Большой пальчик Вот на гриф Так вот Цепляю И он висит Как бы Удобненько Вот Но ты Можно Это наверное Может быть Неправильно Я не знаю Но Главное Мелодию Научить Я тебя точно Смогу Вот Смотри Я тебе Сейчас Сыграю Посмотришь Примерно Запоминаю Что и как Вот Нравится Ну Да Ничего Нормально Попробую Так Ну смотри В принципе Ее достаточно Легко Будет выучить Так Вроде бы Хорошо Слушай Я сейчас могу Еще одну Повторить Гарри Поттера Немножко В другом варианте Можем изучить В другом Если понравится Можем Так Круто Так Побольше Нравится Да Очень Классно Вообще Ну Вообще Если честно Я тебе Тысячу рублей Верну Для занятия Потому что Я Не совсем Преподаватель Настоящий Но Гарри Поттер Играет Научиваю Так что Деньги Верну И Давай Позанимаемся Это Вначале Это было Типа Такой Прикольчик Розыгрыш В общем Действительно Болезная Информация Я Как гитарист Который Занимается Уже Более Восьми Лет Сам Испытываю Проблемы Спиной С осанкой Это Действительно Проблема Всех Гитаристов Ну И тех Кто сидит Много Марафон По оздоровлению Спины Царская Осанка Он проходит 10 по 20 Июля И я попросил Рассказать Вам об этом Я сам Не участвую Потому что Это действительно Полезно Для меня И Если хотите Можете Почаствовать Со мной Стоимость И части Определяйте Сам Естественно Чем больше Пожертвуете Тем Больше Мотивации Как обычно Чем дороже Что ты покупаешь Тем больше Это ценишь Лично я Задоносил Всего лишь Тысячу рублей Но я считаю Что для здоровья Ничего не жалко В общем Если хотите Классную осанку Слину Участвуйте В марафоне Царская осанка От Влада Из 10 по 20 Июля Ссылочка в описании На самом деле Полезная И важная вещь На здоровье Привет Расскажи пожалуйста О тебе Вообще Сколько Что мне нужно знать Сколько Какие у тебя Навыки Примерно Что ты умеешь Какие у тебя Что ты хочешь От наших занятий Вот Привет В общем Навыков У меня почти нет Я так знаю Пару переборщиков Всего Вот Купил гитару Подарили мне Вот Я в общем Хочу научиться Какой-нибудь Крутую мелодию Играть Крутую мелодию Что-нибудь такое Простое Но крутое Понял Тебя Смотри Из Крутых мелодий Давай сначала Я расскажу Себе Меня зовут Алексей Преподаю гитару Уже Недели Три Но Ничего страшного Я не переживай Научу тебя Чему хочешь Вот Я просто До этого Еще играл Вот Решил Начать Заня Заниматься Уже есть ученики Им все нравится В принципе Так По поводу Постановки Масацки У тебя Все отлично Вижу Гитара У тебя лежит нормально Поставь как-нибудь Руки Как ты Примерно играешь Так Смотри Все правильно Да Слышу Так Смотри Из прикольных мелодий Прямо тебе нужно Что-то крутое Да Ну да Хотел Я понял Угу Сейчас я подумаю Ну из крутого Могу тебе предложить Знаешь что-то такое Не знаю Возможно тебе будет Сложненько И сыграть Но Если научиться Тебе будет классно Смотри Возможно сразу Не будет получаться Но со временем Я думаю Сможем Как тебе? Ну Я понял Ну Для начала пойдет Я думаю А у вас на Вито написано Что вы 9 лет уже Играете Что-то не совсем похоже Угу Ну Так Ну Как-то так Получилось Ну Я Новичков Учую Так что Я думаю Тебе пойдет Эта мелодия Нормально Вот Так Все Разбираем ее Или хочешь Еще что-нибудь Другое Ну Можно ее Я думаю Ну Вот В принципе Я тебе показал Попробуй сыграть Только медленно Не торопитесь 0-3-3-0 Ну Так Примерно Да Ну Да Также Я могу тебе Показать Немного Другую Версию Она даже Полегче Будет Вот Послушай ее Может тебе Больше Понравится Это больше Нравится Ну Да Это Побольше Нравится Если честно Вот Из крутых Что еще Можно взять Я не знаю Snoop Dogg Тоже такая Крутенькая В принципе Можешь выбрать что-то из этого Хорошо Я понял А что тебе больше нравится Snoop Dogg или Snoop Dogg Snoop Dogg Понял Тогда смотри Теперь поставь на третий лад первой струны Теперь поставь на третий лад первой струны На этом все Если тебе понравилось это видео То подпишись на канал Чтобы не пропустить следующее Поставь лайк Если будет много лайков Будет следующая часть На этом все Это был Акстар Всем пока Наконец-то я могу их снять И отдохнуть Это была отсылка На Тиму Мацони С которым возможно Точнее 100% Будет следующий видос Или не следующий Через один может быть Пока Субтитры сделал DimaTorzok